Приветствую вас на первом циничном канале и еще пара слов о приговоре Алексею Навальному. Я уже говорил свое мнение, что все это спектакль, причем спектакль очень грубо срежиссированный, белыми нитками сшитый, но тем не менее еще несколько соображений. Сейчас многие ждут, какое решение примет суд, да? То есть как будто бы, ну, есть суд, кто-то верит в то, что там власти оказывают давление, кто-то верит, что не оказывают. Но прежде чем говорить о конце, в общем-то, истории, такой уже довольно-таки затянувшейся, давайте посмотрим на начало этой истории, тогда будет понятно, что никакого решения сейчас не принимается. Решение уже давно принято. Итак, человек, собственно, в чем его обвиняют? Не является отмечаться, находясь на условном сроке. Каким образом он перестал ходить отмечаться в инспекцию? Улетел в Германию на лечение. Какое-то время проходил лечение, но потом уже не лечился, но не отмечался, соответственно, в отеле жил. Так вот, друзья, самое главное, что здесь следует помнить, человек, находясь на условном сроке, не может пересекать границу. Все. Данные о нем есть в погранслужбе, он никуда улететь не может. Поэтому, если он улетает за рубеж с какой бы то ни было целью, а о цели сейчас чуть позже скажем, то это уже как-то, мягко говоря, иное отношение к человеку. Если это власть такая, что для него законы не писаны, то очень странно сейчас говорить о том, что его каким-то образом могут осудить. Если под него фактически делают исключение, то есть, в принципе, ни один человек, условно осужденный, не может пересекать границу, ну вот, Алексей Навальный может, то, наверное, ему суд тогда не страшен. В принципе, тогда кто ж его посадит, он же памятник. Вот. Тогда вот такая тема. Потому что очень странно. И прежде чем в СИН, Федеральной службе исполнения наказаний, предъявлять претензии Навальному, ей тогда следовало бы ответить на вопрос, а каким образом он вылетел. Он не явился ввиду того, что находился за рубежом. А как он туда попал? Ну, на условном сроке. Причем на самолете вылетел. Не через забор там прыгнул, не границу каким-то образом нелегально преодолел. Кто ж его выпустил? То есть, тогда сейчас нужно погранслужбу привлекать по делу. Вы выпустили человека, который на условном сроке находится. Мягко говоря, известного. То есть, вот здесь уже видится такая грубая профанация. Несостыковка. Дальше. Человек пересек границу в период карантина. То есть, когда, в общем-то, ее не только условно осуждено, ее никто толком не пересекал. Да, по лечению, но, тем не менее, пересек границу довольно-таки быстро. И самое главное, по лечению. Друзья, вот это версия отравления. Отравление и потом лечение в Германии. Представляете, если действительно отравление. Если это действие спецслужб. То есть, его после этого, что в Германию отдают? Чтобы максимально зафиксировали, непредвзято зафиксировали наличие каких-то веществ в крови. То есть, уж если бы его действительно травили. Если бы действительно, не знаю, Германия бы проявила интерес принять. Кто же его бы отдал? Это же, по сути, сбор улик. Отдают на сторону, чтобы там улики собирались. То есть, тоже как-то очень странно. Дальше. А почему, собственно, Германия? Почему, собственно, лечение в Германии? То есть, это что? Признание того, что в России нет медицины? Признание того, что все вот эти вот миллиарды вбуханные там на проект здоровья, это все ерунда? Вот. Тем самым. То есть, уже, как мне кажется, исходя из одного этого, никто бы его не отпустил. Понимаете? Одно дело, человек едет в Германию онкологию лечить. Простой человек, про которого никто не знает. И да, все прекрасно понимают, что есть такая помощь, которая в России не может быть оказана. А другое дело, официально это признать. На таком уровне, в отношении оппозиционера. То есть, что мы не можем лечить. И что значит не можем? А что, уже диагноз был известен? То есть, вот он вылетает. Ну, грубо говоря, если диагноз неизвестен, если никто не знает, что его... То есть, смотрите, его либо травили, либо не травили. Правильно? Другого варианта нет. Если его травили, кто же тогда выпустит, чтобы там улики собирали? Если его не травили, ну, человеку плохо стало, он траванулся чем-то непонятным. Почему вот сразу, собственно, борт-то за ним прилетает, его выпускают на условном сроке? Сейчас будем разбираться под лечим, что называется. Но самое, конечно, главное, такая несостыковка, которая бьет все остальное, это вылет за рубеж на условном сроке. Понимаете, некорректно даже сейчас спрашивать с Алексея Навального, что он находился за рубежом, не являлся отмечаться. То, что он там находился, это уже, ну, мягко говоря, недоработка системы. Поэтому тут скорее вопросы возникают к тем, кто его выпустил, а не к тому, что он полетел. Понимаете, он находится на условном сроке, он просто берет и говорит, я поехал в Германию. Ну, с таким же успехом он сейчас может сидеть, сидеть на суде, ему уже практически приговор вынесли. На что он может сказать, слушайте, не любуй вы мне боли, ухожу я от вас. Просто встать и выйти. Если он мог выйти на условном сроке из страны, то, наверное, тогда он сейчас это может сделать. Вот, то есть где тогда вообще логика? Так вот, есть такое дело, сейчас немножечко отойдем от темы Навального. В каноническом, в христианском каноническом праве есть такое правило, что когда рассматривается обвинение на, допустим, епископа по пунктам, то если первый пункт или какой-то второй там по очереди точно ложным объявляется, ну, выяснено, что это ложь, то остальные не рассматриваются. То есть если первый пункт ерунда, то остальные даже не рассматриваются. Так вот, друзья, сейчас вот мне видится вот эта несостыковка уровня человек вылетает за рубеж на условном сроке, это уже такая вещь, которая говорит о том, что как минимум вот это спектакль. Часть всего этого действия спектакль. Следовательно, так вот следуя логике канонического права, это довольно-таки разумная логика, все остальное тоже спектакль. Каким образом в полностью серьезном деле может быть вкрапление спектакля? Спектакль либо есть, либо нет. Либо дело серьезное, либо это спектакль. И если мы четко вот на этом отрезке видим спектакль, то каким образом все остальное дело, можно к нему серьезно относиться. Вот, поэтому какой бы там приговор ни был сейчас, какое бы решение ни было, мы выявили спектакль, часть спектакля. Следовательно, оно тоже будет спектаклем. Для чего этот спектакль, к чему он идет, что будет последним актом, вообще для чего это разыгрывается. Может быть для того, чтобы там, не знаю, сейчас истинный оппозиционер, там, не знаю, жена будет Навального истинным оппозиционером, ее хотят привезти, почему бы нет. Белорусский вариант откатать, там тоже как бы жена стала истинным оппозиционером. Может быть такой, может не такой, не важно. Но вот то, что сейчас происходит, явный спектакль. Ну, а соответственно, что на самом деле, какая цель, можете писать ваше мнение в комментариях. Соответственно, посмотрим, какие мнения есть у людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!